Ну что, друзья, всем привет, всех с наступающим, добро пожаловать в виртуальную реальность и добро пожаловать в Сити Баттл. Остался всего один робот, который еще в подробностях по всем деталькам и винтикам мы не разобрали, сегодня мы это сделаем, и это штурмовик. В первую очередь, в пользу и случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать огромного счастья в Новом Году и все доброе и светлое, что в 2018 году у вас было переносится дальше и в следующий год, а все какие-то проблемки, неудачки, это все временное, все пусть остается в 2018 уходящем. Итак, штурмовик. Тема сегодняшнего выпуска, помимо того, что разберем штурмовика, я хотел бы еще пару слов сказать об обновлении, которое приятно, если честно, удивило. Появилась новая карта, новый режим, командный бой, и как раз в цвет получилось, что к гайду по штурмовику попался еще и командный бой. Первая игра это старый добрый перехват данных, ну а вторая игра будет уже на новой карте, уже после обновы, так как обнову выкатили утром в четверг. В общем, есть о чем сегодня поговорить, помимо того, что рассказать о штурмовике и его спецспособностях, о том, что он умеет, что он может, как им играть, и теперь будем знать наверняка, когда против нас будет попадаться штурмовик, на что он способен и какие сюрпризы он приготовил против нас. У робота есть еще и спецспособности, которые могут дать копоти, поэтому скидывать его со щитов лучше не стоит. Ему, конечно же, доступны при определенной прокачке. Все дополнительные чипы и первый чип, который прям необходим штурмовику, это вампиризм, когда наносимый им урон будет преобразовываться в прочность. В руках у штурмовика лавина называется его оружие, это что-то вроде плазмогана, но заряд которого может использоваться как запас ракет. Если удерживать правую кнопку мыши, можно еще и наводить самому ракеты, но при этом скорострельность теряется, зато ты точен. Ну, в общем, выбираешь, либо расходуешь свой запас в виде плазменного луча, либо используешь свой заряд в виде залпа из трех плазменных ракет. Обычно я использую два залпа по три ракеты и оставшийся заряд, включаешь луч и распиливаешь, если ничего не получается делаешь ноги, все просто. Лавина оружия неплохое, игра с ним довольно проста, понятна и в то же время универсальна. У меня почти не прокачана эта пушка, поэтому, можно сказать, не в полную мощь используется это оружие у меня на штурмовике, но тем не менее, я сейчас использую первый уровень проникающего луча, получаю бонус к урону лучом и луч пробивает противников насквозь. Наносить урон по генератору проникающим лучом сквозь своего противника. Отличная деталь. Вместо нее можно использовать диверсионный луч, и дальше по мере прокачки посмотрим. Если эти бонусы будут увеличиваться, то, скорее всего, я выберу диверсионный луч, который дает хороший бонус к урону лучом по ключевым объектам, плюс дает урон по противнику с данными. Ну, за кем в первую очередь охотиться? Конечно, кто тараканит данные, от него надо избавляться, чтобы отправить на респаун его, и данные можно было захватить. В общем, блин, хорошая штука, надо не забыть при прокачке, потом обратить внимание на диверсионный луч. Помимо этого, можно использовать улучшенное наведение, пока у меня оно не вкачано, но, тем не менее, оно есть. Это как перспектива. Эта деталь немного совершенствует ваши ракеты, увеличивает почти в треть маневренность управляемых ракет, и, пожалуй, самые сочные. Две из трех ракет из очереди наносят на 50 и 100% больше урона, соответственно. Боюсь представить, что там будет на третьем уровне, но уже хочется, потому что ракеты наносят здравый урон, и причем они наносят не точечный урон, а захватывают какой-то радиус. Если это точка захвата, либо скопление каких-то ботов противников, то, блин, забирается вообще на ура, если еще кто-то там накоцан, и двоих-троих без проблем забрать ракетами, если хорошего залпа надоешь им туда. Жаль, что она у меня еще пока не прокачана, но еще не вечер, еще прокачаем. Есть альтернатива этой детали, это ракетная артиллерия, и эта деталь позволяет просто зажимать с ракетного бластера. Задержка между выстрелами, во-первых, минимальна, во-вторых, у вас в половину снижается потребление боезапасов при стрельбе в автоматическом режиме. Блин, это вообще круто, и это только первый уровень, хочу подчеркнуть это. Единственное, что у меня пока еще не прокачана эта основная пушка, все остальные спецспособности у меня уже вкачаны до максимума, выбрал оптимальные варианты, и про них сейчас расскажу. В общем, хочется сказать, что лавина оружия, когда оно прокачано, это очень и очень серьезный аргумент в пользу штурмовика. Так что качать, качать и еще раз качать. Переходя к спецспособностям, в первую очередь хочется выделить полет, потому что штурмовика в основном мы видим где-то парящим там, в основном на верхах. Оттуда он пуляет своими ракетами и сильно раздражает, например, того же поджигателя, который совершенно ничего не может сделать в этом случае и остается какой-то легкой наживой. Вот, и полет это очень здоровская спецспособность штурмовика, и в командном бою вообще она незаменима, потому что уровни не только горизонтальные, но там есть еще и несколько этажей, по которым перемещаться приходится обычным игрокам, благодаря ускоряющим порталам, которые подкидывают робота вверх. Для штурмовика это вообще не проблема. Ты можешь оказаться в нужном месте и в нужное время оттуда, запустить зал прокет, где тебя совершенно никто не ждет. Кроме этого, полет это залог успешного использования другой спецспособности, о которой я скажу чуть позже. А по полету у меня, например, вкачан воздушный саморемонт при использовании топлива, то есть, когда ты полет свой используешь, твой робот потихонечку хилится, и это единственная, пожалуй, возможность, зависящая от самого робота, восстановить немножко прочности. Да, есть самовосстановление, но оно срабатывает спустя какое-то время, за которое вам не наносят никакого урона, поэтому надо где-то спрятаться и вообще покинуть зону действий. Ну, а эта деталь воздушный саморемонт позволяет вам взмыть в небо, если есть такая возможность. Можно, в принципе, и в закрытой комнате, но, как я говорил, под потолок упираешься, менее маневренным становишься, при этом, конечно, хилишься, но и становишься легкой мишенью. Вместо этого можно использовать экономию топлива, не будет расходоваться топливо, если прочность штурмовика будет более 90%, но, скажу, по своему опыту, использование первой детали воздушного саморемонта более выгодно, что ли. Не столько топливо дорого, сколько прочность вашего робота. Параллельно с этим используется, и у меня вкачано по максимуму, это запасной бак уровня 3, на 50% больше к запасу и регенерации топлива. А учитывая, что у меня топливо использования, точнее, его еще и хилит, то есть дает запас прочности, то именно этот вариант мне подходит больше всего. Запасной бак. Вместо него можно использовать воздушную броню во время полета, которая снижает урон за каждую секунду, проведенную в воздухе. Бонус, конечно, суммируется, но до 50% исчезает при приземлении. Я считаю, что экономия топлива и воздушная броня, они должны использоваться, наверное, все-таки вместе, и только в том случае, если вы будете за штурмовика отыгрывать более как-то сейвово, постоянно будете находиться в воздухе, не принимая непосредственно каких-то жестких мер, не сталкиваясь, не захватывая. Может быть, это, в принципе, интересно было бы попробовать на командном бою, но все же я оставлю эти детали без внимания, я буду использовать то, что сейчас использую. Как-то так. Летающий штурмовик – это очень опасная боевая единица, потому что у штурмовика есть спецспособность «Метеор», используя которую штурмовик пикирует вниз, нанося урон по площади, и чем выше находится ваш штурмовик, тем мощнее урон от «Метеора». Можно его использовать, конечно, и на земле, но урон будет вообще ни о чем, поэтому лучше взмыть как можно выше и сделать грязь. Итак, «Метеор» и деталь, которую можно использовать – это оглушающий удар. «Метеор» оглушает задетых противников на некоторое время при активации в воздухе, но это больше командная какая-то деталь, которая пригодится непосредственно в сыгранной тиме. Но вместо этого можно использовать дробящий удар, который вот как раз-таки для соло-игрока – это просто нечто. Забирать двоих-троих позволяет именно дробящий удар, плюс 40% к урону «Метеором» с земли, и самое опасное – плюс 80% к урону «Метеором» с высоты. Лучше всего использовать, конечно, «Метеор» с высоты, потому что это, во-первых, неждан для ваших противников, во-вторых, это просто бомбический урон по вражеским роботам. Хорошая спецспособность, и можно её использовать даже в полёте. И это спецспособность – рывок. Перемещает она по направлению движения, и только в горизонтальной плоскости. Рывок, безусловно, тоже прокачивается. Он у меня вкачан. Вкачан у меня частый рывок, который даёт плюс 300% к скорости перезарядки рывка. Рывка у меня всего два, но мне вполне достаточно того, что он очень быстро перезаряжается. Вместо этой способности частого рывка можно использовать рывок скорохода, даёт плюс 30% к дистанции рывка, и плюс один заряд рывка. Но учитывая, что я играю просто в быстрой игре, частый рывок мне нужен именно для того, чтобы меня не застигли врасплох. Либо чтобы я в нужный момент успел кого-то застигнуть врасплох. В общем, вот такой он штурмовик. Теперь мы знаем про всех роботов и всё. А последний мой вход в игру был приятным сюрпризом, потому что в City Battle установили патч, в котором произошло несколько изменений. Добавили новый режим «Командный бой насмерть». Добавили для этого режима новую карту «Завод робототехники». Это классический командный бой. Здорово было увидеть в игре новую карту. Интересный момент. На командном бою сделали небольшую деталь, которая респавнится. Можно использовать её короткое время. Более подробно может быть отдельно. Какой-нибудь ролик снимем по этой карте. Но это пока всё в планах, так что поживём-увидим. Кроме этого, в City Battle пришла зима. Это визуальная составляющая, это оформление, это декорации, снеговики. В общем, всё заледенело, всё в снегу. Не только создаёт новый контент, но ещё и приукрашивает уже имеющийся. Помимо этого, исправлен ряд ошибок. Можете это всё посмотреть. Это сделал я в группе ВК официальной City Battle. Все ссылки официальные я оставлю в описании. Заходите, чекайте. И, конечно, самое главное забыл. Каждый, кто зайдёт в игру с 27 декабря по 7 января, получит неделю премиум статуса. И 30 дней увеличения лимита по виртуальным деньгам. Ну вот, вроде бы всё рассказал. Спасибо ещё раз разработчикам за подарки. Всех с наступающим. Ребята, успехов вам. Чтобы все результаты превосходили ваши ожидания. И всё шло как по маслу. Потому что игра хорошая, она у вас получается. Всё здорово. До следующих видосов и трансляций. Кстати, трансляция будет на выходных по City Battle. Чекайте группу ВК. Ссылку я тоже оставлю в описании. И там будет обязательно анонс. Теперь точно всё. Удачи на виртуальных полях сражений. До свидания. Ух, было жарко. Поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok